Часть 1. Восковка Для литья по выплавляемым моделям необходимо получить саму выплавляемую модель. Изготавливается она из специального ювелирного воска, который с помощью инжектора под давлением впрыскивается в литьяную форму из силикона либо резины. В данном случае используется вакуумный инжектор. От обычного его отличает вакуумная камера, в которой помещается литейная форма. Из камеры выкачивается воздух, это помогает получить более точный рельеф при литье, так как воску нет необходимости выталкивать воздух из литейной формы. При остывании ювелирный воск дает определенную усадку. На менее объемных моделях это не так заметно, но на такой модели как Колесо Года это создает определенную проблему. Вакуумная камера позволяет нивелировать и эту проблему. Извлекать восковку из литейной формы следует после ее полного застывания. То, что происходит на экране сейчас, сделано ради большей зрелищности, чтобы вы могли сразу оценить получившийся результат. Готовую, казалось бы, восковку необходимо доработать. Необходимо убрать облой, возможно доработать какие-то дефекты литья. Иногда можно доработать рельеф. В некоторых случаях необходимо полностью переработать литниковую систему. На более-менее сложных изделиях, таких как секира перуна с тремя камнями, литейная система по воску сильно отличается от литейной системы по металлу. Поэтому литник приходится полностью удалять и добавлять новую систему литников, чтобы в металле пролилось так же хорошо, как и в воске. После того, как каждая отдельная восковка будет доработана, наступает этап финальной сборки литейной системы. Мы собираем так называемую елку. На центральный восковой стержень припаиваются отдельные восковки каждого из изделий. Таким образом, в одной отливке мы получаем сразу несколько изделий из металла. При сборке необходимо выдерживать определенное расстояние между каждым из изделий и угол его наклона. Вы можете задать резонный вопрос, почему елка. Мысленно переверните изображение и ответ станет очевиден. Именно в таком положении будет производиться заливка формы металлом.